Привет, бро! Успей поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Молодец, дружище! Что ты поставил лайк, значит ты будешь быстрый как флэш. А тот, кто не поставил, значит завтра тебе в школу. Ха-ха-ха! Это шутка! Это у нас игра Stick War Legacy! Мы сегодня с тобой устроим новую эпическую битву стикменов. Прошла пятница, а это означает, что здесь в игре вышло два новых уровня, которые мы с тобой должны пройти. 207 и 208 уровень. Посмотрим, какие ловушки нам здесь приготовили разработчики. Уничтожить статую врага. Выбираем самую сильную сложность. Самую сложную сложность. И нам дается 15 очков для прокачки. Если честно, страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Я не знаю, что качать. Но будем качать родокопов, чтобы они были крутые. Чувствую, что великан сам не вытащит. Значит, надо, возможно, еще... Может, вот этих вот мелких стикменов возьмем? А давай их прокачаем. Пусть они будут крутые. Меч почти топовый. Летс го, поехали! Уничтожить статую врага. Какая статуя? Это вообще кладбище! Здесь зомби идут! Ребята, зомбарики уже идут тут все ломать! Это же они сейчас и на статую на мою прыгнут. Вы в курсе? Ничего себе! Было написано уничтожить статую врага. Я думал, что карта обычная. Это карта, где могилы. Только здесь еще есть статуи, есть стикмены. И на них работают зомби. То есть они приручили зомби. Либо они работают вместе с зомби. Либо они работают на зомбарей. Я не знаю, с кем они работают. Но, короче, зомби будут нас жрать. А я, конечно, прокачал великана, на которого надо еще насобирать здесь денег. У нас есть три стены, которые нас защищают. Также у врага, я вижу, есть скин. Костяной. То есть если мы убьем вражеского стикмена, значит на нас выйдут враги, чуваки из-под земли. То есть вылезут зомбарики. Так, быстро строю сейчас великана. Надо будет, наверное, сделать также мелких стикманов каких-то. Я же их все-таки прокачал. Зомби! Хотят нас сожрать. Ребята, если вы знаете какую-то крутую зомби-игру, обязательно пишите в комментариях. И, может быть, мы в нее сыграем здесь на канале Воблер. Мелких построим кучу, чтобы принять первый удар и уничтожить эту армию, которая на нас будет идти. Хотя можно ее уничтожить двумя способами. Первым это встретить армии, а второй просто спрятать всех рудокопов в замок, стать великаном, бахнуть по этим зомбарям, а лучиками добить уже оставшуюся армию, которая будет против нас. Также давай сделаем мага одного. Понимаю, что он не прокачан, но все же, я думаю, можно сделать. И кучу мелких. А враг все-таки тут что-то собирает. У врага мы видим четыре рудокопа. Уже пятый появился. Враги рядом. Они очень близко. Мы готовы их встретить. Давай, маг, выходи, готовь свою армию. Ну, давай, наверное, поможем все-таки врагам разломать эту стену. И нападем. Чтобы все ускорить. Давай, ребятки. Жгите. Все, пошла атака. Валим их. Валим, валим врага. А почему их стикманы пришли? Так нечестно. Так, беру под свой контроль великана. На, землетрясением. Они перебили всех наших стикманов. Вот была армия стикманов моих и больше нету. Несмотря на то, что они были прокачаны. Ну, маг, давай. Враги отходят. Догнать, добить и уничтожить. А вот еще какие-то остались тут. Мелкие. Давай, уничтожим всех, кто сбежал с нашей базы. Они уже капитонов тут поставили. Давай мы еще лучников накажем. На, землетрясением. Бьем. Да, получайте. Надо рудокопа вырубить. Давай ближе подхожу, чтобы как раз задеть и лучников, и рудокопов. Пусть там наши дерутся. Я хочу с рудокопами разобраться. Не будет золота, не смогут они тут ничего строить. Смотри. Вот они вылезли из-под земли. На. Так, а что я больше не управляю великаном, а все управляю. На, землетрясение. Помогу своей команде. Так, разворачиваемся. Я вижу, что по мне стреляли кислотой. Над хп великана появилась зеленая капелька. Это означает, что меня отравили. С зомби-ядом. Возможно, я тоже превращусь в зомбаря. В будущем. А может, ничего не будет. Давай, бьем. Снова вылезли зомбарики. Ну, пацаны, ну вы че? Великан идет к нам на помощь. Давай, землетрясение. Так это еще у них не было подкрепления, дорогие друзья. Нам в любом случае надо отступать. То есть нам нет смысла идти на их базу. Отступаем. Я буду отступая, прикрывать мага. Потому что маг довольно ценный. Воин. Он стоит дорого. Надо его прикрыть. Так, ты че за мной гонишься? Уходи, зомбарь. Ты плохой зомби. Бью землетрясением. На! Это бронированные зомби. Они могут противостоять стрелам. Ну, у нас, в принципе, нету лучников. Я сейчас управляю великаном. Так как над ним горит зеленая капелька. И без моего управления он может погибнуть. Он и с моим может погибнуть, в принципе. Но все же. Еще делаем великана. Давай кучу мелких. Они прокаченные. Этот великан уже скоро все, ребята. Доиграется. Делаю больше юнитов. Сейчас мы с вами забьем все 50 очков армии. И пойдем уже максимальным количеством. Которое доступно мне здесь в игре. Давай. Отлично. Убили последнего зомбаря, который шел на нашу статую. Я не знаю. Он просто бесстрашный. Но он зомби, ребята. Он безмозглый. Точнее у него есть мозги. Но они не работают. Да. Все. 50 из 50 сверху. Ждем пока построится еще 5 наших мечников. Они же здесь называются капьетоны стикманы. И пошли вперед. Блин, реально трава хорошо работает. Потому что по 8 забирает она великан. У меня все слабее. Ну давай, хоть землетрясение. Ну. Дошло. Отлично. Успел перед тем, как умереть. Применить землетрясение. Беру сейчас другого великана. Враги, я вижу, уже смогли сделать новых рудокопов. И добывать здесь руду. Ну все. Пошли, пацанчики. На. Бьем всех. Сейчас выйдет их подкрепление. Мне надо будет переключаться между великанами, чтобы применять землетрясение. Бьем. Я понимаю, что ни по ком я не бью. Я просто... Вот они. Вот они. На. Так. Все, великан, прощай. Может быть ты умрешь. Ни того взял. Ни того. Быстро делаю еще великана. Да не... Не беру. Ни того выбираю. Здесь много юнитов. И я могу ни того нажать. Вот. Так. Вот. Выбрал великана. Да. Бьем. Да все, ребята. Победа за нами. 6 минут 39 секунд длилась эта битва. На максимальной сложности здесь. Мы ее прошли. И не потратили никакого буста. Нам надо собирать кристаллы. Для будущих эпических битв. 207 мы прошли. 208 левел. Посмотрим. Пережить ночь. Снова зомби. Что-то... Рудокопы нужны. Зомби ночь. Чтобы они быстро добывали. Чем я буду защищаться? Делаю мечников. Они дешевые. Ага. У нас уже было 4 рудокопа спереди. Не знаю сколько волн будет. Возможно все кристаллы, которые мы сейчас заработали, я их и солью. Может быть, конечно, какой-то уровень можно пройти здесь в игре и без буста. Но я снимаю ролик. У меня нет времени тут все проверять. Чтобы ролик не затянулся на полчаса или там на час, не дай бог. Да, то есть приходится применять все. Где зомби? Это же не зомби. Ну, пацаны, вперед. У вас вампиры. Они вампиры. Ну, валите. А я не того взял. Ну, да ладно. Нас больше, пацаны. У вас эффект вампиризма стоит. Вы должны вообще хилиться. На базу. Пока что нормально. Смотрите, мы мелкими справляемся. У них лучники. Так, побежали. Завалим лучников. Я думаю, что мы этот уровень пройдем с помощью наших этих мелких стикманов. Будем брать врага численностью. Хотя они еще и хилятся. В принципе, нормально. Будем здесь стоять и ждать, пока придет враг. И мы его, ребята, встретим. На одного рудокопа я построил больше, чем выдерживает наша руда. То есть у нас 4 руды. Значит, должно быть 8 рудокопов. А это, наверное, 9. Он пошел тоже драться. Можно, в принципе, ему респануть руду. Руду. Здесь, конечно, думаю, не помешал бы лучник. Несколько штук. Чтобы сзади там где-то постреливал. Ну, давайте, ребята. Хотя они вот включили блок. Щиты свои. Давайте мы все уберем. Поставим парочку лучников. Пусть построятся. 5 штучек. Чтобы они сзади стояли и стреляли. Вот вражеский маг пришел. Это плохо. Потому что маг может бить по области. И может убить всю нашу армию. С одного удара. Давайте, пацанчики. Завалили 2 мага. Так вы слабаки. А ты что стоишь, рудокоп? Что ты поднял кирку? Это я такой. Это я, командир. С мешком стою. Мешок денег. Стою такой. Говорю. Все, пацаны. Давайте сделайте мне победу. Я вам заплачу. Говорю. Вот у меня есть золото здесь. И моя армия мне верит. Но там нету золота. Потому что этот рудокоп ничего не добыл. Лучники перешли. Все, можно тут сделать. Еще мечка. Можно даже одного мага сделать. Смотрите, чтобы он бил по области. Давайте, пусть маг сделается. Подойдет. И все будет хорошо. Мы видим, что луна уже прячется за горизонт. И возможно сейчас выйдет какая-то супер вражеская атака. Это великаны. Отходим. Мы не можем их атаковать. Потому что они были близко к краю. А теперь можем. Все, пошли в атаку. Все, наши бьют. Лучники стреляют. Я воблер. Я ничего не буду делать. Я же командир. Можно, конечно, атаковать. Но я стою. Могу сзади напасть, ребята. Смотрите, сейчас сзади нападу. Тихонько. Рудокоп. Смотри, подхожу такой. В пятку. На. На. Сколько я наношу урона? Давай посмотрим. По 40 я наношу. Нормально. Смотри, это 40. Это я бью 40? Или это маг бьет 40? Ну, короче, я сколько-то бью, ребята. Я не знаю, сколько я бью. Я просто в пятку бью. Ах ты. Кто тут такой? Еще великан. Блин, меня убили. Но я жив, ребята. Потому что я святой дух в облерику, с которой вселяются в разных юнитах, в разных играх. Для того, чтобы победить зло. Это зло, вы видите? Они пришли забрать ее наше золото и сломать нашу статую. Мы воюем ради статуи. Алло, я не понял, что происходит вообще? Где вообще моя армия? Пацаны. Отходим магом. Бьем магом. На. По 80. Маг не прокачан. А нет, ударил. Еще раз бью. Надо срочно этих мелких делать. Наши тут отошли, конечно. Чувачки. Бью. Да. Великана еще мелкого. Ай, по мне ударили. Но я выживу. Я же Мерлин. Нет, я вот этот чувак, который из Властелина Колец. Который. Ты не пройдешь. Поняли? Вот этот бородач, дедуля. Вот это я. Я Воблер, дедуля. Ну все, ребята. Прошли. Отлично. У нас он еще строится. 13 юнитов. Отлично. 208 и топовая корона у нас в коллекции. Ну что ж, дорогие мои друзья. С вами был Воблер и игра Stick War Legacy. Оставайтесь на канале. Смотрите другие видосики. И не забывайте. Есть ролики по всем этим уровням. У меня на канале в плейлисте 200 видео по этой игре. По Stick War Legacy. 200. Представляешь? Будешь смотреть до конца лета. Ссылочка в описании. Скоро увидимся. Пока. Пока.